всем добрый день меня зовут дмитрий тимофеев я работаю в организации мероприятий график ненормированный постоянно что нужно куда-то вырываться все только не бывает вот недавно обратился к сусане не чай по поводу организации своего правильного питания ну и как бы здоровье посадил на этих мероприятиях вот и вот искал как мне решить этот вопрос все вообще начать потому что и здоровье уже просит чтобы за ним следили за организмом следили ну и в принципе пора уже пора ребят 30 годам то уже надо задумываться хватит вот и сейчас я отзыв записываю через уже пару дней я вот только что получил пакеты с полезными питательными продуктами от своего клиента мы делаем мероприятие для одного магазина гастроном натуральных продуктов вот они мне подвезли несколько пакетов вкуснейших свежих овощей и хлебушка тоже привезли хлебушка тоже вот огурчики там помидорчики все такое и буду я теперь их кушать радостный счастливый проблема в том была у меня что я как бы ну зная что мне нужно придерживаться определенной диеты по медицинским показаниям врачи сказали ну дну диета ну иди ешь или вот а как чего ну непонятно то есть я как бы ну это как говорить на одном языке ты говоришь постоянно на русском языке потом те говорят слушай дружище давай на белорусском говори вроде то же самое а как чё куда и вроде там пойти на какие-то курсы обучения до сразу выход такой но здесь пример такой понятный что ты говоришь на языке надо выучить просто другой а тут все-таки мозг он столкнулся в первый раз такой проблемы что необходимо питаться совершенно по-другому не как раньше и мозг пытается сам разобраться у меня лично в вопросах я ищу какие-то там варианты но сталкивался в основном с проблемами с чего начать то вообще вроде как начинаешь там держать диету готовишь шпинат творожную запеканку отчет не прет совсем вот ну мы пообщались буквально там не знаю минут 30 и я понял вообще с чего надо начинать на самом деле понял в принципе проблему в пример с языком который рассказал что вот оно как на самом деле оказывается это тоже определенный механизм в принципе да ну я так понял определенная технология которая прорабатывается которую можно в принципе реализовать но я бы не сказал что это легко это сложно конечно же потому что это дело привычки ты приходишь вечером не садишься точишь там что есть вот и необходимо вырабатывать привычку конечно же но это тоже под силам в принципе люди на это способны скажем так вот и все-таки питаться вкусно и когда мне кажется когда ты поймешь все-таки эффект да как тебе становится лучше то ты будешь конечно же гораздо меньше кушать всякую ерунду вот но мозг конечно сопротивляется он хочет хочет всякую дрянь кушать все равно потому что ну все знают это словосочетание зоны комфорта ну вот и момент номер два у меня мозг заработал в правильном направлении как видите я уже что-то тут рассуждаю сижу это очень важно что мозг заработал у меня в правильном направлении что я теперь начинаю мыслить немножко по-другому в этом плане относиться к этому по-другому вот не как до этого и очень момент номер три очень много разных практических рекомендаций поступило ссана мне там накидала и как завтракать как обедать как ужинать киношки всякие разные почитать книжки вот это все нужно осваивать буду делать себе салатик с огурцами и сидеть смотреть вот очень хочется конечно и более глубже подойти к этому вопросу чтобы взяли за руку и дыли вот так что как только я доем эти пакетики с продуктами сразу же необходимо будет заняться уже более углубленно всем этим так что ребят рекомендую вот заканчиваю болтовню свою и иду кушать огурчики всем хорошего настроения кстати масленица первый день это тоже праздник вот скоро будет пост великий так что ребят отличное время для того чтобы начать уже наконец питаться правильно следить за собой всем хорошего настроения